Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Наталья Стенина, и я рада приветствовать вас на YouTube канале «Попеляев Групп». И сегодня, как и каждую неделю, я готова поделиться с вами очередной порцией милостей в природоохранной сфере. И сегодня мы поговорим вот о чем. О создании суверенной системы аудита запасов полезных ископаемых, о новых штрафах за сокрытие информации о выбросах парниковых газов и штрафах за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами жертвеноводства. Поговорим также о законопроекте о системе мониторинга многолетней мерзлоты, затронем вопросы о цифровизации в сфере выдачи разрешений на выбросы и, конечно же, поговорим о введении обязанностей для недропользователей осуществлять мероприятия по охране растительного и животного мира. Новостей достаточно много, давайте вместе попробуем разобраться. Что нам приготовил законодатель? Ну и первая новость касается вопросов недропользования. Как мы видим, импортозамещение коснулось всех сфер нашей жизни и недропользования в этом смысле не исключение. Депутаты Государственной Думы начали разработку законопроекта о создании суверенной системы аудита запасов полезных ископаемых. Здесь необходимо оговориться, что у нас существует вообще две системы оценки запасов полезных ископаемых. Это, с одной стороны, государственная экспертиза и, с другой стороны, инвестиционная оценка. Государственная экспертиза основывается на технической возможности извлечения полезных ископаемых из методов. Инвестиционный метод основывается не только на технической возможности добычи полезных ископаемых, но и предполагает оценку рентабельности с учетом текущей конъюнктуры рынка. Стоит ли говорить, что именно оценку по второй методике проводили все иностранные компании, поскольку этот подход использовался для принятия решений по привлечению иностранных инвестиций. Также понятно, что в последнее время объем американских и европейских, в целом, западных инвестиций снизился, поэтому оценка по западному образцу больше как и не имеет смысла. Но отказаться от подобного аудита полностью, оставив только государственную экспертизу, тоже невозможно, потому что это явно не привлечет новых потенциальных инвесторов. В то же время достаточно очевидно, что наша страна желает полномасштабно выйти на азиатские и ближневосточные рынки, и поэтому создание такого локального отечественного инструмента для оценки, конечно же, необходимо. Эта необходимость очевидна и назрела. Соответственно, Комитету Госдумы по экологии было поручено разработку вот этого законопроекта о создании суверенной системы оценки запасов. Задача, конечно, непростая, но такая система оценки абсолютно необходима во всех крупных сделках, при приобретении прав на месторождение и на сами горнорудные компании. И поэтому мы будем наблюдать внимательно за тем, как все-таки этот законопроект будет выглядеть, когда он будет разработан. Ну и полагаю, что, конечно, вероятность того, что он будет разработан и в том или ином виде принят с Госдумой, очень высока, потому что, как я уже говорила, необходимость в нем объективно назрела. Еще одна новость. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за сокрытие или искажение информации о выбросах парникового газа. Об этом законопроекте я рассказывала уже где-то в середине января. Он предполагает штраф в 500 тысяч рублей за искажение или предоставление недостоверной информации в рамках отчетности о выбросах парникового газа. Напомню только, что введение этого штрафа направлено на стимулирование организации в соблюдении требований 296-го закона об ограничении выбросов парникового газа. Предполагается, что законопроект заработает с 1 января 2024 года. Соответственно, учитывая, что вероятность его принятия весьма высокая, необходимо за ним следить, конечно же, и уже сейчас под отчетным организациям очень внимательно отнестись к вопросу о составлении соответствующей отчетности и о ее своевременном предоставлении надзорному органу. Еще одна интересная инициатива. Ранее я уже рассказывала о законопроекте, который предполагает создание единой системы экологического мониторинга. Этот законопроект в настоящее время рассматривается Госдумой в первом чтении. В поддержку этой же тенденции по цифровизации в Госдуму был внесен законопроект о создании единой системы мониторинга многолетней мерзлоты. И вот 8 февраля этого года он был принят в первом чтении. Система мониторинга, которая предлагает закон, позволит получать актуальные данные о состоянии вечной мерзлоты, о тайне ледников и вообще в целом наблюдать за состоянием климата. Мониторинг предполагается проводить с помощью специальных наблюдательных станций, которые будут установлены Росгидрометом. И уже в этом году предполагается, что будет разработана методика этих наблюдений, будет определены первые 30 пунктов расположения этих наблюдательных станций и будет решен вопрос об оснащении этих станций необходимым оборудованием. Второй этап в рамках законопроекта предполагает расширение сети этих наблюдательных станций и к 2025 году их количество должно увеличиться до 140. Предполагается, что система наблюдения за состоянием вечной мерзлоты будет интегрирована в единую систему экологического мониторинга в будущем. Основная наша рекомендация, конечно, остается прежней – наблюдать за судьбой законопроекта, ну, с тем, чтобы быть готовым к потенциальным новым требованиям государственных органов. Еще одна новость в продолжении темы цифровизации. 8 февраля этого года правительство Российской Федерации приняло постановление номер 174, в котором вносятся изменения в небезызвестное постановление 2055. Это постановление, как все мы знаем, посвящено вопросам предельно допустимых выбросов, нормативов и получения разрешения на выбросы. Изменения позволят приводопользователям подавать документы, которые необходимы для получения разрешения на выбросы, через госуслуги. Кроме того, предполагается, что сроки рассмотрения документов, поданных таким образом чиновниками Роспроводнадзора, будут сокращены. Кроме того, регламентируются вопросы получения обязательных документов для компаний, которые осуществляют деятельность на объектах первой категории, на территориях, на которых происходит эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Как я уже говорила, это постановление как-то продолжает тенденцию на цифровизацию получения документов разрешительных в природоохранной сфере. Со дня вступления в силу этого постановления, то есть с 1 сентября 2023 года, процедура получения разрешения на выбросы вся уйдет в цифровой формат. Конечно же, наша рекомендация заключается в том, чтобы ознакомиться с этим постановлением заранее, ну, дабы, во-первых, избежать риска того, что заявление не будет рассмотрено, если оно будет подано по старинке, не через госуслуги. Ну, и во-вторых, чтобы вовремя и в отведенном законном сроке подать все необходимые документы вот в новом порядке для продления разрешения. Ещё одна новость законодательства о недрах. В первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в статьи 8 и 22 закон о недрах. Я уже упоминала этот законопроект, когда он был внесён в Госдуму, и вот, спустя 4 месяца после его внесения, он, наконец, был принят в первом чтении, ну, что подтверждает наш ранее озвученный прогноз о высокой вероятности его принятия. Законопроект возлагает на недропользователей обязанность по защите объектов растительного и животного мира на основании утверждённой проектной документации в сфере пользования недрами. Определение примерного перечня необходимых мероприятий будет возложено на Минприроды. Будем отслеживать как прохождение законопроекта, так и, естественно, появление нормативных правового акта Минприроды, в котором мы, наконец, узнаем, какие, собственно, мероприятия предполагается возложить на недропользователей. Ну и последняя новость. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства. Я уже рассказывала об этом законопроекте в январе этого года, ну и вот спустя месяц, 16 февраля, на прошлом заседании Государственной Думы он был принят в первом чтении. Напомню, что этот законопроект предусматривает введение в Коап новой статьи 10.8.1 несоблюдение требований к обращению побочных продуктов животноводства и предполагает достаточно суровые санкции. Так, например, для должностных лиц возможно наложение штрафа в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а за повторное нарушение от 40 до 50 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей за первое нарушение 50-60 тысяч рублей, а за повторное 60-70 тысяч рублей. И при этом возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц это 250-350 тысяч рублей, за повторное нарушение 350-450 тысяч рублей и также возможность административного приостановления деятельности вплоть до 90 суток. Надо сказать, что этот законопроект довольно активно обсуждался в СМИ и вот был внесен в Госдуму еще в августе прошлого года, но вот наконец был принят первым чтением. Конечно же, птицефабрикам, фермам и прочим представителям животноводческой отрасли необходимо обратить внимание на этот законопроект и максимально соблюдать требования по обращению с побочными продуктами животноводства. Наверное, наибольший резонанс в рамках проектированной статьи вызвало то, что нарушение этих требований может вести не только к штрафам, но и, что главное, как я уже говорила, к административному приостановлению деятельности, что для представителей бизнеса, конечно, может быть даже хуже и гораздо страшнее, чем введение просто штрафов. Будем наблюдать за этим законопроектом и посмотрим, в каком виде он будет принят, потому что мы полагаем, что вероятность его принятия весьма высока. На этом, дорогие коллеги, большое спасибо. Это были все новости на сегодня и до свидания. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok